Леди и джентльмены, сегодня мы приехали в Лондон, Великобританию, чтобы показать этот прекрасный репортаж об этом красивом ЖК, который находится за мной и называется Найтсбридж Private Park. Я сегодня оделся как настоящий английский джентльмен и буду все видео говорить вот с таким акцентом мы будем вам об нем рассказывать. Надеюсь, что это все нормально с вами. На самом деле, я шучу, мы находимся в Москве, в Хамовниках, вот такой ЖК, и купив здесь квартиру за 5 миллионов долларов, у вас будет шикарный вид на хрущевки. Та-дам! Также вы сможете на своем Мерседесе подъехать как суперуважаемый человек во вход всего этого здания и считать, как будто вы в Англии, по соседству с Абрамовичем. В реальности, конечно, это очень забавное место, потому что оно окружено обычными советскими, московскими трехэтажками, хрущевками, и вдруг ура-раз тебе! И королевская, это самая резиденция английской королевы. И потом опять хрущевки. Вот такая ситуация. Вот здесь квартиры за 20 миллионов рублей, а здесь за 300 миллионов рублей. Вопрос, как же те, кто покупает квартиры за 300 миллионов людей, живут рядом с пролетариями? Не дела. Ну, сэлявив, такова жизнь. А сюда у нас метро спортивное и очень неплохой район. Я уже где-то 4 года как уехал из Калифорнии, и явно намечаются перемены. Во-первых, я перестал одеваться как калифорнийский бомж и стал одеваться как английский джентльмен. Ну, я же в Европе, правильно? Хотя в Европе тоже бомжи есть, правильно? Я, правда, не знаю. Может, ты такие в Англии, представьте, там бомж такой лежит, а он такой, я джентльмен, и не подолидите вы пару пфенингов. Мне не хватает на бренди. Ну да, у меня трудные времена, сэр. В общем, о чем я хотел поговорить. Покажу вам немного, как вот все это выглядит. Такой квартальчик английский. Правда, у меня он вызывает какой-то смех немножко. Ну, примерно, я не знаю, то же самое, что если воткнуть копию, я не знаю, Кремля посреди какого-нибудь этого самого Лондона. Или любого там, я не знаю. Ну, это, знаете, напоминает немножко Лас-Вегас. Там есть такое казино какое-то, то ли, там, знаете, копируют казино. Там есть Нью-Йорк, там есть палаццо какое-то. Вот это напоминает такой вот Диснейленд, типа. Ну, о чем мы поговорим? Во-первых, у меня в последнее время улучшилось настроение. У меня приехала мама, и мне стало не так скучно. Вот, мы поговорим о том, что богатые тоже плачут. И вообще, мне нравится недвижимость. И я думал, может быть, основать что-нибудь с недвижимостью, может быть, что-то технологичное, интернет-компанию, вот, которая, не знаю, может быть, агентство появится. В общем, мне делать нечего, как вы видите. Вот. А денег-то хочется? Шучу. Денег не хочется. Вот. Ха, какие. Вот. А, значит, богатые тоже плачут. Мы говорим вот о чем. Что я просматривал дорогие квартиры, которые сдаются в Москве. Квартиры там за... Вот даже вот в этом Найтсбридж Private Park. Надо с этим, с выражением говорить. Они, они... Знаете, я только с агентами общался в России. Я думаю, что если наши агенты придут продавать, они будут, да, купить квартиру. Найтсбридж Private Park. Из ГУ Департмент. Правильно? И это Бай Партмент. Потому что I want money. Я хочу money. Дайте мне money. Здесь, кстати, Сеченский межсетет, клиническая больница. Вы не находите ничего, что рядом? Психушка рядом с этими зданиями. Может быть, одна и та же клиентура. Психушка явно в России сейчас. Нужно, главное, не закрывать. Вот. Так вот, богатый тоже платит. Сдаются квартиры. Вот в Найтсбридж Private Park сдаются квартиры за 2 миллиона рублей в месяц. Это 30 тысяч долларов. Я вот подумал, реально ли человек, который купил там квартиру за 5 миллионов долларов, да, она стоит 30 миллионов рублей. Ну, реально, этим людям нужны деньги. Я никогда не думал, что человек, который купил квартиру за 5 миллионов долларов, будет нуждаться в том, чтобы ее сдавать. Что-то какой-то миф, 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 миф попад с этим всем. Также очень много шикарных квартир, которые сдаются там за 180 тысяч, за 250 тысяч рублей. Я вам могу сказать, что, знаете, все будет очень сложно, если не невозможно. Вот. Психушка. А вот вопрос. Не находится ли эта психушка в еще одной психушке? Я и про Америку тоже так думал. Ну, за границами, за забором вот этим психушки, психушка не кончается. Правильно? Она продолжается. Вот. Бесконечная психушка. Never ending. С этот, с mental hospital. Короче, вот, буду еще уроки английского давать. Вот. В общем, они сдают вот эти квартиры. Я просто подумал, ну, реально, если люди... То есть, в какой ситуации человеку, у которого шикарная квартира, ее сдает? Да? Первое. Купили как инвестиции, она много денег не дает. Второе. Человеку, у которого эта квартира, ему нужны деньги. То есть, люди с миллионными квартирами терпят бедствие. Вы можете себе такое представить? Или, как говорят по-английски, can you imagine it? Вот. Рядом, кстати, электричка. Рядом, что, наверное, очень нужно тем, у кого квартира за 5 миллионов. И метро. Вот. Кстати, этот Найтс... Ну, если вы загуглите, вы увидите, где он находится, этот Найтсбридж парк. И, кстати, покажу вам немножко здесь, потому что, как только вы отходите от этого Найтсбридж парк 5 минут, начинается суровая советская реальность. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А где же это люкс? Люкс кончился. И началась улица Доватора. Кто это такой? Инноватор? Я знаю. А Доватор? Что за субъект? Вот. И начинается суровая советская... Это самая жизнь. С пятиэтажками. Вы видите, какой здесь? Это хамовники, ребят. Вот. Табак. И... Ну, хоть парк какой-то. Автобус. Это если вы просрали все деньги, у вас просрали BMW, Mercedes, у вас только осталось на автобус, пожалуйста. Даун-Буэровка. М6. Вот. Ну, знаете, как говорят про квартиры в Найтсбридж Private Park. Сегодня она есть, завтра ее нет. Все у нас. Справа хамовнический вал. Улица Хамовнический вал. Тридцать два. Вот. Ну, в принципе, если серьезно говорить, я очень хороший человек по недвижимости. Почему? Потому что я честный. Могу вам сказать, что сколько я агентов по недвижимости не встречал в России, ни с одним из них дела я бы не имел. Кроме одного, которого по знакомству рекомендовали. Вот. Это действительно классный человек. А так вот, тех, кого я встречал, ужас. До рубля бы не доверил. Вот. Поэтому, если кто-то, вот, кто-то заинтересован в моих сервисах, ну, где-то вот в Москве, в центре Москвы, или, ну, или не в центре, напишите. Я снизу дам ссылку. Мне сейчас делать нечего. Буду что-нибудь делать. Вот. Причем мне пара людей обращались что-то раньше, я что-то не то сделал. Потому что у меня как-то времени не было. Вот сейчас у меня уже есть время. Вот. Сумбур. Все равно я лучше, чем агенты. Поверьте, даже со всеми моими прибамбасами я все равно лучше, чем агенты по недвижимости, которые сейчас в Москве есть. Потому что это просто кошмар. Кошмар, кошмар. Вот. Ну, в общем, на 9 минут. Вот. Вот сейчас я вам сниму. Ну, здесь немножко поприятнее, да. Но я все равно не нахожу какого-то люкса. Я не нахожу за что платить. 5 миллионов долларов, честно говоря. Вот. Ну, нет. Конечно. Близость университетской клинической больницы. Вот за что здесь деньги берут. Опять же. Посмотрите, какое красивое белое здание. Я бы, может, врачом бы здесь работал, если бы чуть-чуть по-другому жизнь поменялась. Ну, вот такие дела. Подписывайтесь на канал. И в следующий видео пока.